привет друзья как вы понимаете у нас снова рубрика вечерние прогулки и мне нужно запустить вначале свет поин нажать здесь гусь не запустить да сегодняшняя тема у нас будет у меня подписчики попросили озвучить такую тему как почему лучше майнить я на линуксе какие преимущества это дает вот и об этом я сейчас буду рассказывать сразу перейдем к делу это снова видео серии неподготовленных поэтому сразу прошу прощения если будет немножко сумбурно непоследовательно нелогично и так далее но я постараюсь в общем начнем с того что ну пожалуй можно сказать что linux не вмешивается в ваши рабочие процессы например если вы обновляете вашу систему вы можете и обновлять вы можете не обновлять вы можете выключить обновление или не выключать до случае с виндой эта история совершенно другая потому что там сейчас обновление инфорсится то есть на линуксе например если вы не хотите например у вас машина которая будет просто подключена с хардами да и она будет постоянно фармить вам не нужно чтобы она обновлялась окей вы не хотите по какой-то причине или может она слабая вы не хотите даун тайма да вы хотите чтобы у нее был стопроцентный аптайм и вы не хотите заморачиваться настраивать сложную систему пожалуйста просто выключить обновление и все дальше вы можете использовать очень слабую машину на линуксе в принципе вот сейчас у меня есть 30 вбитные ноутбуки которые прекрасно работают с современными дистрибутивами единственный нюанс для 30 вбитных ноутбуков стареньких очень которые вы кстати на авито можете купить за считанные тысячи рублей здесь же в норвегии вы можете купить их там за 200 250 крон вот единственное что вам нужно сделать это скачать 30 вбитный дистрибутив потому что как вы понимаете 30 вбитные дистрибутивы сейчас это уже не так часто встречается и под них чего-то может не быть но в целом как бы вы можете без проблем использовать 30 вбитное железо ну конечно желательно используешь 30 вбит на тем более если вы будете плотить на этом железе вот но и она сейчас очень недорого стоит это вполне доступно и можно сделать вот вы то есть в принципе вы экономите деньги когда вы что фармите на линуксе что плотите на линуксе вы экономите деньги линукс в принципе более энергоэффективен если с точки зрения того что из розетки он может кушать плюс минус столько же сколько windows там несущественная будет разница да но на эти же ваты которые вы потратили у вас будет больше полезной работы совершенно ну это так условно говоря понятно что все зависит от настроек и так далее еще хороший фактор переходе на линукс если вы вдруг делаете это на windows и может быть безопасность вопрос безопасности то есть естественно ни в коем случае нельзя утверждать что линукс сто процентов безопасности тем конечно же нет любую систему можно при должном внимании взломать каким-то образом получить к ней доступ там или или вообще через человека это сделать проще всего методом терморектального криптоанализаторы как вы наверно знаете взломать любую систему вот но в целом даже с дефолтными настройками в линуксе вы безопаснее в безопасности как бы более-менее и по большей части вам ничего дополнительно не нужно делать конечно в идеале вашу мнемоническую фразу только хранить очень тщательно осторожно и аккуратно нигде не использовать лишний раз но как вы слышали наверное с предыдущих моих видео я вот забил и перешел на each pull потому что неизвестно когда полы будут поэтому да из мнемоническая фраза там лакана локальная прога генерируется по моему там api да генерируется ключ потом этот api ключ используется но в общем неизвестно как бы насколько это все безопасно потому что софт предварительно собранный конечно но тем не менее это я съехал с темы да я говорил что ринукс безопаснее то есть принципе у вас меньше шансов на винде вы можете просто словить вирус который будет сканировать ваши кошельки искать или сканировать ваши пароли искать вот эти записанные где-то слова да и такие случаи были у меня у друга вводили крипту причем не на маленькие суммы я вам так скажу там суммы в районе там трех пяти десяти тысяч долларов вот в этих диапазонах там как бы разная крипто там смотря когда посмотри да ну скажем 5 тысяч долларов представляете как неприятно человеку при том что ну как бы уводили большую часть его денег которые были в крипте вот такая история вот и вот что вам дает windows как бы в принципе маг не недалеко от этого в плане безопасности чуть-чуть лучше наверное но в плане юзабилити чуть-чуть хуже поэтому я бы сказал что этим пользоваться просто невозможно в этом будет отдельное видео не буду сейчас застрять внимание снова на майке что еще ну гибкое управление пакетами здесь вам не имеет значения потому что вы для чья просто ставите приложение но нет хотя имеет значение потому что например вы можете хотеть поставить чья из репозиториев это один способ вы можете поставить чья из я не помню анатоли во флата по в снапах или флэт паках где-то по моему там она есть кто-то ставит оттуда то есть пожалуйста да то есть из своих пакетов оттуда я как бы ставлю из аурой естественно из аура потому что это мне удобнее всего аур это arch и arch linux юзер репозиторий то есть пользовательской репозитории в arch linux и и там есть много пакетов в том числе из этого аура потом пакеты проверяются верифицируется там компилятся разработчиками попадают затем в готовые пакеты в pacman в принципе pacman основные пакеты arch основаны на ауре так то на самом деле так что пользовательский или не пользовательский это не суть важно вот то есть доставка пакетов упрощает вам установку запуск кпо вы вообще можете сделать дистрибутив сразу с чья вы можете сделать живой дистрибутив с чья вы можете взять живую флешку которая можете вставить в любой компьютер загрузиться с него там при условии что вас диски подключены к этому компу допустим да по уиду записать эти диски добавить их в фармер да и по будете фармить автоматически то есть грубо говоря вы можете там не знаю собой эти диски брать и в любом месте как бы начинать фармить сразу то есть это гибкость но понятно что это специфический кейс он вряд ли вам нужен но тем не менее приятно осознавать что такая гибкость у вас она в принципе есть что еще по поводу безопасности сказал по поводу простоты установки тоже а конечно гибкость значит здесь важно что например когда вы разберетесь более менее хотя бы базово как можно что-то делать системе да как писать скрипты если вы захотите конечно этого не обязательно в этом разбираться но если вы захотите если вы разберетесь то вы сможете буквально за несколько минут писать скрипты которые в него невообразимо мощнее чем powershell скрипты и невообразимо проще что самое важное то есть там надо только понимать базовые вещи но в целом они пишутся проще то есть по сути shell скрипты или баш скрипты это просто перечень команд каждая команда с новой строки да и этот же подход используется и в пакетж билдах и в докер файлах только там есть свой синтаксис в общем он в общем-то повсюду в линуксе используется все это файл да эти файлы используются для настроек конфигурации текстовый вот поэтому огромная гибкость то есть например я хотел отслеживать на своей nvme как быстро у меня уходит заводское заводской уходит вот этот вот ну из изнашивания за как там этот параметр называется там тир вера или в общем изнашивание ssd как быстро происходит да у меня ушло как бы пара минут на то чтобы посмотри найти какая команда проверяет smart lock до nvme smart lock поставить поставить приложение найти какая команда смотрит это найти в каком это именно параметре и написать обертку это даже не скрипт это онлайнер то есть однострочный скрипт который каждые 6 часов я решил так что мне нужно каждые 6 часов сохраняет данные о использовании моего nvme до сколько там износилось и дальше я использую эти данные могу просто экспортнуть и построить график тоже еще одним в онлайнером то есть буквально используя эти данные да там дописав еще одну строку я могу быстро я могу даже это все объединить и сделать сразу чтобы он строил мне график и вообще чтобы он в динамике показывал но мне не нужно это чуть-чуть сложнее чуть дольше мне как бы нормально что я раз в месяц делаю итоговое видео на сколько у меня износился до nvme-шка износилась и в этом видео я вам просто заранее статистику подготовлю то есть для этого у меня есть скрипт то есть вот так вот такие вещи да или вы там решили вот так сделать удобнее что еще можно в линуксе в линуксе огромное количество файловых систем поддерживается это значит что вы во первых можете попробовать какие файловые системы для вас лучше я об этом уже говорил в предыдущих видео если вы их смотрели и выбрать какая файловая система вам лучше и также вы можете использовать многие не рекомендуют типа использовать наски ну типа наски медленные у них там время обращения большое к данным да теоретически все так но это для тех кто не умеет с ними обращаться во первых практически во всех насках есть функция возможность залочить то чтобы диск не засыпал если диск не будет засыпать вы уже практически ничем не рискуете дальше надо посмотреть какого у вас кака у вас файловая система в вашем насе естественно и основываясь на скорости вашей сети вашей файловой системе и всякой такой штуки вы уже можете достаточно точно знать что не будет к никакого косяка с насом то есть в принципе при правиле настройки нас будет работать точно так же как работает ну не точно так же но практически так же как работает винчестер подключены физически к вашему компу почему это возможно да потому что в насе так уже linux вы можете туда зайти там все настроить если даже у вас этого нет возможности такой вашем насе в графическом интерфейсе наса нет проблем включаете ссс заходите туда обнаружить что там за дистрибутив разбираетесь как запретить в этом дистрибутиве засыпать диску делаете корректную файловую систему максимально шуструю да и все вперед как бы пес песни подключайте nfs и так далее да у вас будет чуть-чуть медленнее конечно потому что по сетке но если вы гигабитную сетку положите то поверьте мне 5 секунд которые даются до для того чтобы считать этот плот вам столько не нужно с наса вы спа вполне считаете я не говорю там о каких-то специфических кейсах может есть какие-то наса в которых ну вот которые реально задумчивые да например которым там 5 или 10 нет ну 5 лет еще нормальные там 10-20 лет назад там вообще с айдэшные какие-нибудь нас кида с ними конечно так будет все медленно очень но это как бы край крайний вариант и вряд ли у вас это будет поэтому такой проблемы нет и вы это все можете очень легко подключить и самое главное вам не нужен никакой софт у вас весь софт для всех вот этих вещей для скриптинга для подключения нас у вас уже предустановлен в линуксе у вас предустановлен архиватор у вас представлена pdf читалка я не говорю про какие-то консольные дистрибутивы конечно сейчас типа арча до самого но если вы используете готовый дистрибутив для пользователей например манджара гаруда там или не арч не хотите арчу кефедора лбунту что хотите там cintos кому что нравится как бы там все как бы предустановлено за вас или не все но сравнении с виндо и маком можно сказать что все потому что что в винду что в мак даже в последней версии добавлять нужно кучу софта в линукс тоже нужно добавлять но в разы меньше то есть то что нужно то что я обычно добавляю в линуксе это firefox я просто добавляю you block origins и dark reader на этом моя настройка свеже установленной системы завершается но нет я конечно шучу иногда я просто люблю ради прикола изучать систему смотреть что-то можно настроить но это как бы выходит за пределы того что мне типа надо достичь какой-то цели я ее беру и достигаю да кстати мы можем прогуляться сейчас мы дошли до картона можем либо в сторону центра пойти либо наверное смысл прогуляться здесь приятно и красиво по картону вот то есть вот такая вот гибкость такое удобство дает вам linux и он еще дает побочные штуки например у вас не получится конечно с линуксом говорить вот я не хочу ничего знать о системе совсем вот вообще даст ну может и получится с убунту и fedora но честно говоря это тогда руинит идею вообще используем операционной системы это как бы вы представьте что вы говорите вы пришли на в поле и вам говорят чувак вот комбайн смотри ты не умеешь им пользоваться но нет проблем я тебя научу им пользоваться да вот смотри я тебя очень вот так вот так 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 этим нужно комбайном пользу а ты говоришь нет 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 я не хочу пользоваться комбайном я буду собирать руками я буду собирать все руками мне так удобнее я так знаю я так умею не хочу ничему учиться вот в этом случае вам как бы не по пути вообще не с каким дистрибутивом даже можно сказать что с windows и mac вам тоже не по пути потому что все равно там приходится чему-то учиться как бы вы не хотели но если же вы не против учиться заниматься самообразованием так скажем да в этом случае linux вам дает огромный плацдарм потому что есть форумы вики подсказки гитхабы разговоры с разработчиками подкасты который дает вам всю нужную информацию вы можете освоить что-то новое google в конце концов есть да в гугле есть вся инфа то есть вы можете реально делать очень гибкие вещи вы можете соединять программы которые не предназначалось соединять то есть вы можете настроить по сути свою ферму ферму чья очень быстро и легко настроить таким образом чтобы она была прям ну прям офигительно классного тут достаточно эпичное место с граффити может быть даже стоит включить свет внизу что-то тут нет света видимо пляж закрытся вот что нужно еще рассказать кроме кроме того что я уже перечислил эпичный вообще проход конечно тут почему то вот тут есть лампа но она что-то плохо видимо плюс что еще в чем в чем еще кайф кайф в том что вы здесь как бы когда общаетесь с разработчиками когда им что-то подсказываете вы там находите какую-то проблему вам помогаете помогаете развивать всю эту историю помогаете улучшать и вы можете как бы ну стать соучастником развития свободного повода вы можете сделать дистрибутив где автоматически у вас деплоится то что вам надо так как вам нужно вот ну то есть вы по сути абсолютно абсолютно гибкость гибкость крайней степени вот и это здорово это здорово вас ни в чем никто не ограничивает потом естественно есть производительность файловой системы производительность процессорного шедулера системного шедулера и вот этих всех штук но процессорный шедулер это я наверное скорее софтверный не аппаратный конечно процессорный шедулер потому что аппаратным к аппаратному доступу у вас вряд ли есть и может быть это и можно сделать но это совсем хардкор но если говорить о программном шедулере то вы можете то есть если вы видите что ваша система работает не оптимально есть варианты там ее оптимизировать можно нагуглить мануалы как оптимизировать систему что можно сделать да этих манулов очень много и можно как бы уходить в оптимизацию очень очень надолго очень конкретно то есть зависимости то насколько вы хотите если вы хотите выжать еще там два три пять процентов из вашего компа то вы можете заняться оптимизации и пытаться выжимать эти два три пять процентов если же нет то нет то есть вы решаете сами насколько вам это нужно но в любом случае пользуясь линуксом вы по дефолту сразу получаете лучшую производительность скорее всего процессорного шедулера и файловой системы за счет этого суммарно где-то 20 процентов скорость плотинга увеличится для вас ну то есть наоборот уменьшится но в смысле скорость увеличится время плотинга уменьшится вот так скажем привет привет да я тебя вижу вот и это позволяет вам платить быстрее ну и естественно стабильность то есть вопросов не будет со стабильностью потому что если вы систему настроили запустили сделали так что работает она будет так работать все время особенно если отключить обновление которые вам для данного кейса скорее всего не нужны то система может очень долго таким образом работать и это классно и она не будет вмешиваться она не будет как бы вмешиваться и думать вот вот так вот лучше буду делать так и только так то есть у вас этого эффекта не будет и это очень здорово и это очень важно для таких инфраструктурных диплоев как вы думаете почему во всех дата центрах мира во всех серверных там практически без исключения на всех суперкомпьютерах без исключения работает linux естественно это из-за стабильности естественно это за удобство и за гибкости если вы планируете как-то расширяться в будущем да или там улучшать оптимизировать процессы то linux это именно то что позволит вам очень быстро очень эффективно улучшится теме начать оптимизировать ваши процессы и и единственное что требуется от вас это готовность получать какие-то знания то есть поверьте мне если вы никогда раньше не пробовали не пользуетесь линуксом я тоже 2008 году и ранее я тоже очень скептически относился когда я пользовался виндой ко мне пришел друг и такой говорит а ты знаешь там что вот есть что мне тогда показал мандриву что ли мне показал ну какой-то дистрибутив тогда который был актуален или может fedora я помню на fedora сидел который в начале я что-то вообще не понял как-то не зашло этом чуть попробовал парус какое-то время я потом это не трогал эту тему но спустя как бы со временем я начал смотреть изучать или в тот момент когда я как бы правил к этой теме интерес для меня просто знаете было ощущение такого открытия какого-то портала в мозг не знаю как какого-то широченного как я понимал что я я понял что я был просто я сидел в тюрьме я не осознавая этого это вот очень история про windows и про mac вы сидите в тюрьме вы просто это не осознаете потому что маркетологи они потрудились о том чтобы ваша тюрьма выглядела красиво выглядит красиво но все равно в тюрьме то есть линук сможет выглядеть красиво может выглядеть нормально может выглядеть страшно вы сами это решаете вы в принципе конечно я виду можете заставить выглядеть страшно и маг наверное если постараетесь но это это странная тема вот и не сейчас не об этом как бы сейчас о том что как бы о глобальном промытии мозгов до которым я уже неоднократно говорил маркетологами и не ведитесь на эту тему в начале будет непривычно если вы пользователь windows будет немного непривычно если вы пользователь mac не знаю мне кажется будет сильно непривычно но со временем буквально освоившись недельку-две ну там наверное индивидуально это зависит от человека конечно но в целом освоившись какое-то время вы начнете понимать насколько это мощный инструмент насколько можно все во все завернуть все ко всему подключить все автоматизировать насколько вы это хотите вот то есть просто ну как представьте что вы осознавали вы не осознавали что вы вы не знаете да вот вы не изучали там физику или химию вы не осознавали что вы не знаете когда начали изучать там физику или химию вы увидели вот же химические элементы блин их так много я не знала как вот они между собой работают как у них там в валентной связи там электроны как они переходят я же вот этого всего не знал и не знаю вот сейчас я это учу то есть пока вы не поинтересуетесь этой темой вы Вы будете думать, что все ок, что все в порядке. Но как только вы поинтересуетеся, вы поймете, что перед вами целый огромный мир открыт, который вы не знали, и там столько интересного. В этом мире просто невероятное количество интересных моментов. И причем с этими интересными моментами можно еще что-то делать. То есть можно как-то улучшать мир. И каждый раз, когда вы участвуете в свободном ПО, вообще в такой движухе со свободным ПО, вы участвуете непосредственно в улучшении мира. И со временем, чем больше вы будете это делать, тем больше вы будете это ощущать и понимать, что это ваш вклад, вот он, вот он ваш вклад. И его так легко просто и просто делать, этот вклад. То есть вот еще один плюс, да, мы получаем в Линуксе, что очень просто делать вклад. И, наверное, я уже упомянул это, но забыл это упомянуть как плюс. Документация, да, то, что у вас есть комьюнити, форумы, поддержка. У вас огромное количество документации, которые вы можете очень легко использовать. Там, конечно, все зависит от проекта очень сильно, и есть нюансы по документации. Но в целом для таких опенсорсных проектов документация, она доступна. И ее очень много. Есть всякие результаты по гуглу, как бы так, что тут у нас деревяшки? Ой, он качается. Есть огромное количество материалов в сети, которые можно использовать. И это тоже помогает, очень сильно упрощает жизнь, помогает и развивает вас. И это, ну, я не знаю, это какой-то процесс такой обучения, образования, такой итеративный, интересный, увлекательный процесс, которому можно бесконечно подвергаться. Чем вы больше ему подвергаетесь, тем интереснее становится. Ну, как по моему опыту, по крайней мере. Вот. И это очень приятно. То есть, опять же, еще раз скажу, это понимаете не сразу. Вначале может казаться, что что-то непривычно, неудобно, но потом находите, как настроить. В Linux очень важно, что можно все настроить под что-то, да. Вы вообще не ограничены. Если вам хочется пользоваться полностью, абсолютно иметь такой же user experience, как в Windows, в Linux вы это можете сделать. В Windows вы почти можете это сделать, да. В Mac вы вообще ничего не можете. Ничего не можете настроить ни под Linux, ни под Windows в Mac. И вот в Windows как бы чуть-чуть, в Linux полностью. Можете симулировать Mac, можете симулировать Windows. Это я не говорю про виртуалки сейчас. Я говорю про симулировать, в смысле переделать интерфейс реально настолько, чтобы это было неотличимо. Если пользователь, допустим, Windows неопытный, вы дадите ему Linux настроен так, чтобы казаться Windows, то есть там тема выбрана, соответствующие там значки, там вот такие всякие моменты поведенческие, то он даже не узнает, что он пользуется не Windows. То есть это можно реально так вот подменить, пошутить просто, человеку с живой флешкой загрузить на Linux, и он не поймет, что он пользуется Linux спустя какое-то время. У меня, например, бабушка пользуется Linux, потому что ей нормально, как бы она изначально изучила, вот ей теперь удобно. То есть как бы тут, естественно, зависит от того, что вы изначально изучили, это тоже такой критерий-фактор, да. Но это вполне возможно, это вполне реально для любого человека. Вопрос как бы желания, готовности адаптации, возможно, каких-то хитростей, лайфхаков, но в любом случае с Linux у вас безграничные возможности. Вот. То есть возвращаясь к Chia, какие еще конкретные плюсы? Стабильный более сетевой стэк. То есть здесь, конечно, FreeBSD бы выиграл у Linux, но по FreeBSD это, может быть, GooseBSD можно порекомендовать пользователю, но это все-таки такая сложноватая система с довольно специфическим юзкейсом, поэтому FreeBSD я, наверное, все-таки советовать не буду. Сетевой стэк намного более совершенный во всех смыслах. То есть он быстрее, он эффективнее, он меньше, он как бы, ну, просто все эффективнее. Ну, просто если вы посмотрите даже, как работают системы, что делает система, допустим, у вас в сети есть один компьютер с Windows, один компьютер с Mac, один компьютер с Linux, и вы просто посмотрите на сетевую активность. Ну, если, опять же, вы специалист, вам будет легко эту тему быстро посмотреть. Вы очень быстро поймете, что объем сетевой активности на Linux машине меньше. То есть для того, чтобы существовать и работать корректно и замечательно и прекрасно, Linux машины используют меньше всяких лайфхаках, всяких сканеров там, всяких каких-то непонятных протоколов дополнительных, которые там что-то добавляют. В общем, то есть это все можно навесить при желании, но и по умолчанию этого нет. И это, соответственно, экономит вам ресурсы. То есть у вас нету блота, да, блота, то есть блотware, или софт, который вам дают. Вот вы покупаете ноутбук, да, и у вас на этом ноутбуке предустановлена всякая ерунда, или там Android. Да, и вот этот блот, от него нужно избавляться. Так вот, зачем покупать что-то зараженное вот этим блотware изначально, и потом вычищать? Это представьте, что вы покупаете, я не знаю, вы вот думаете взять собаку, и вы думаете взять собаку, как бы у которой, я не знаю, у которой блохи и из приюта, или взять собаку, у которой нет блох. Да, и если вы возьмете собаку, у которой блохи, вам нужно вначале этих блох вычистить. Да, или, допустим, у вас там есть друзья, которые говорят, слушай, у нас тут вот сейчас родятся собачки, как бы хочешь себе взять, да, собачку, чистую, как бы новую классную собачку, хочешь ли ты взять? То есть вот так вот. И здесь, ну, это может не совсем корректный пример, но что-то он иллюстрирует. Вот, вы можете просто с чистого листа, да, вы можете взять арт, если вы хотите полностью с чистого листа пойти. Вы можете взять Ubuntu, Fedora, если вы вообще не хотите с чистого листа. Вы можете взять что-то промежуточное. Скорее всего, вы возьмете что-то промежуточное, да, между этими вариантами, и получите сразу тот юзкейс, который вам нужен. Если вдруг не получите, пишите мне под видео, спрашивайте. Я вас с удовольствием проконсультирую. Какие есть дистрибутивы? Какие дистрибутивы для чего хороши? Какие для чего плохи? Какие дистрибутивы я... А, ну давайте вот сразу, да, отвечу на вопрос. Какие дистрибутивы я бы рекомендовал для майнинга ЧИА? Здесь зависит, ответ на этот вопрос зависит от вашей компетентности в этой теме и от вашего опыта, да, насколько вы опытны в работе с операционными системами. Если вы очень опытны, то я вам скажу, берите Arch, или берите Gentoo, или берите что-то типа Archie или Gentoo. То есть берите консольный установщик и ставьте, и делайте tailored only for yourself. Например, если вы... Вам нужно только фармить, и вам не нужно на этой машине ничего делать, вы просто хотите фармить на ней, то зачем вам графика? У вас вообще нет необходимости в графике. То есть графика будет являться overhead'ом для вас. То есть она будет затормаживать работу вашего замечательного фармера. А, как вы прекрасно знаете, замедлять работу фармера не очень хорошо, потому что он может не успеть вовремя отправить плод. Какая-то еще проблема возникнет на нем. Чем он как бы больше замедлен, тем больше у вас, скажем так, риски. Теоретические риски, опасности того, что... О! Вот так вот. Все, что-то произойдет. Поэтому, если, например, вы хотите сделать фармер, который будет очень хорошо работать, то вы не должны ставить графику. Но, опять же, это для более продвинутых пользователей, но тем не менее. Или вы можете поставить минималистичную графику, потому что в Linux у вас есть выбор. Вы можете поставить LXDE. XFCE, например. XFCE. Вы можете поставить ISVM. Это из графических интерфейсов, которые жрут мало ресурсов. Есть еще несколько, да, там... Enlightenment, например. Если же все-таки вы продвинутый пользователь, вы можете сделать кли. Но если вы скажете, ой, я хочу мониторинг, я хочу видеть, как ресурсы используются, как состояние винчестера, сколько заполнен, сколько аптайм и все такое. Да не вопрос, ребятки. Только вы же понимаете, что эти все... Эта вся информация, она может поступать, как бы, из разных, из огромного количества разных, так сказать, может, лучше вниз пойти, там интереснее будет. Даже не знаю. Из огромного количества разных источников. И вам не обязательно использовать графику рабочего стола, чтобы получать сведения о состоянии системы. Вы можете поставить в обмин или любой другой инструмент дашбордовский, который собирает статистику с вашего компаса, настроить, какую вы хотите статистику собирать, какую вы не хотите собирать, и смотреть замечательный онлайн дашборд. Более того, вы можете запустить несколько таких фармеров и объединить этих всех фармеров в одну, как бы, систему. И это делается несложно, поверьте. Есть онлайн-гайды, как это все настроить и сделать. То есть, естественно, не для ЧИИ будет эта информация. Но это не имеет значения, потому что, как бы, комфармер ЧИИ, по сути, ничем не отличается от любого другого компа. У него также есть оперативка, у него также есть винчестер, у него также есть ресурсы, которые вы можете с помощью специфического софта для мониторинга просматривать, изучать, как бы, вживую. Да, спасибо, что ты мне моргаешь. В общем, конечно, кто-то может сказать, ну, подожди, Дэн, я же могу всю эту систему поставить на винде. Ну, можете, да. Но вы готовы к тому, что вам придется переустанавливать систему? Конечно, для Linux есть шанс, что вам придется переустанавливать систему, если вы совсем что-то нафейлите эпично, но в Linux у вас очень удобная история. Вы можете очень быстро запускать там VM, Docker, и не иметь оверхеда из этих VM-ок, Docker, да, то есть вы можете экспериментировать. Вы можете сделать автосборщик системы, автоустановщик, скрипт автоустановочный, который сам вам разворачивает дистрибутив для вас и настраивает его так, как вам нужно. Или вообще скрипт, который берет уже готовый дистрибутив, запускает его. Вы можете загружаться по сети. То есть, ну, просто такое количество возможностей, и самое главное, что все эти возможности хорошо задокументированы, по ним есть гайды. Эти гайды доступны в Гугле, не нужно за это платить, не нужно какие-то секретные знания, какие-то непонятные, несовместимые, ни с чем инструменты использовать. Вот, то есть упрощается, настолько упрощается все. То есть, на первый взгляд, может, для тех, кто не привык что-то казаться, что будет усложняться, но по факту, если вы вот этот минимальный барьерчик победите, особенно если у вас есть базовые знания о том, как работает комп, да, то есть, что такое файловые системы, как они взаимодействуют, какие есть популярные, вот, процессы, демоны, как они работают, приоритеты, процессы. Вот эти все базовые знания, которые, я не знаю, в школе или в институте вам дают, если эти базовые знания у вас есть, то вы поймете, что Linux, это, по сути, такая, ну, не знаю, это такая машина, у которой прозрачные части, вы, и у вас, как бы, к этой машине еще, кроме того, что прозрачные части, вам еще и дается мануал подробный, как собирать. А если вы по мануалу не справитесь, у вас есть огромное количество разработчиков, кто эту машину сделал, кому вы можете написать, спросить. А если даже не разработчиков, то из комьюнити людей просто, кто тоже использует эту машину. Вот, это просто открытая шкатулка, и это так прекрасно, это двигатель прогресса, это то, самое забавное, что закрытый софт-то сейчас весь практически работает на основе открытого. Почему? Просто потому, что так случайно сошли звезды? Ага, сейчас, конечно. Потому что открытые библиотеки, открытые фреймворки и открытый софт лучше поддерживаются. Это значит, что если вы напишите свою софтину, неважно, открытую или закрытую, на основе открытого софта, открытых библиотек, открытого железа, она будет в среднем стабильнее и надежнее. И с вас снимется некоторое количество геморроя по обслуживанию, поддержанию, обновлению, доустановке и так далее, и так далее. Особенно, если сделать изначально, как бы, подойти комплексно к проблеме и изучить, какие есть варианты, что, как можно сделать, то есть вот такое все. и уже построить некий план для себя и на основе этого плана делать уже некие сборки, некие процессы, ну, в общем, все, что вам нужно делать. То есть при условии того, что вы готовы инвестировать какое-то время в изучение, разработку всей вот этой истории, я вам гарантирую, что эффект от этого будет феноменальный. Вы сможете автоматизировать не только ваш ЧИА-риг, но и любые другие майнинговые риги, любые другие вообще вещи в операционке очень легко и просто, потому что вы на выход любой программы можете послать ввод любой программы. То есть, по сути, вы можете зацепить за результаты деятельности одной программы другую. Это принципы KISS, да, принципы модульности, Keep It Simple Stupid, о которых я уже говорил и, наверное, еще буду много говорить. При условии соблюдения стандартов и принципов модульности вы можете построить маленькие программы, как элементы конструктора Lego, из которых собирать более сложные. И если эти модули будут, скажем так, одинаково надежны все, то и надежность общей системы будет такая же хорошая. Причем, как бы, всегда есть, конечно, место для оптимизации. Вы можете там что-то улучшить, что-то переписать на каком-то другом более производительном языке и так далее. Причем, все языки программирования перед вами, пожалуйста. То есть, у вас никаких ограничений по количеству языков программирования. И у вас никто не делает вам, у вас никто не просит никаких денег, вам никто не ставит никаких искусственных ограничений, рамок по поводу того, что и как нужно делать. То есть, есть рекомендации, да, есть принципы KISS, есть там, у Дебиана есть всякие гайдлайны соответствия свободному ПО. Но это уже больше для юристов и для тех, как того очень сильно беспокоит тема, скажем так, свободности, да, свободных ресурсов, в общем, свободных операционных систем именно более беспокоит юридически эта вся история. Для них это важно, и это все можно изучить, посмотреть. Что еще можно сказать? Почему еще? Какие еще есть позитивные моменты использования Linux? Ну, на самом деле, вот я уже, по-моему, в прошлом видео тоже говорил, что негативных сторон я не вижу ни одной. То есть, да, вам придется привыкнуть, но здесь это не негативная сторона, здесь это просто свойство. Вам придется, возможно, что-то изучить, что-то на что-то посмотреть с другой стороны, какое-то время потратить. Но это как бы время входа, оно как бы такое достаточно резкое, потратив какое-то небольшое количество времени, вы резко начнете расти очень динамично, и дальше ваш рост будет все быстрее и быстрее. Вот. И еще там несколько лет назад я и подумать не мог о том, что мне настолько будет легко, например, там, парсить сайты, писать какие-то для себя библиотеки небольшие, писать какие-то мелкие приложения, которые мне нужны в работе, которые мне оптимизируют, уменьшают количество моего ручного труда. И да, благодаря тому, что я и администрирую сервера на Линуксе, и работаю на Линуксе, ну, с небольшими исключениями, но не будем о них сейчас, да, к сожалению, я скоро думаю, что эти исключения уйдут, но на данный момент, вот. В целом, как бы, используя вот такую связку из разработки на Линуксе и работы на Линуксе, и выполнению какой-то итогового деплоя для, тоже на Линуксе, вы обретаете, ну, бескрайнюю гибкость, да, в каждом, в рамках каждой системы, это как размер бесконечности сравнивают, да, у вас есть одна бесконечная гибкость в самом Линуксе, но если у вас несколько Линуксов между собой взаимодействуют, то размер этой гибкости из двух-трех дистрибутивов, то есть, чем больше вы дистрибутив добавляете, тем эта общая бесконечность становится больше, да, и можно сравнивать размеры бесконечности, если вы смотрите Veritasium, там, или кого-нибудь такого, около научпопские каналы на YouTube, то вы, наверное, наверняка смотрели видео о том, что бесконечности бывают разные, о размерностях, там, о том, как их можно сравнивать, о том, о бесконечном отеле, вот, наверное, смотрели такое видео, как там можно подселять людей в бесконечный отель, в общем, и все такое, и да, это действительно в реальности так, вот, то есть, вот какие минусы, вот, я даже не знаю, честно, вот, то есть, для меня минусов нет, есть какие-то особенности, и есть просто целая вереница плюсов, то есть, в принципе, все это плюс, почему лучше майнить, фармить, плотить, все что угодно, чья на Linux, потому что лучше будет работать все, вообще все, и вы будете продуктивнее, со временем, не сразу, конечно, но со временем вы станете тоже продуктивнее, причем ощутимо продуктивнее, а это, как бы, не та метрика, конечно, каких-то денег реальных, но подумайте сами, на самом деле, по поводу продуктивности, ведь ваша продуктивность, это сэкономленные часы времени на то, чтобы делать какую-то задачу, а сэкономленные часы времени на то, чтобы делать какую-то задачу, при условии что оплата остается той же самой это по сути ваши дополнительные деньги то есть вам нужно работать два часа вместо 8 остальные 6 часов у вас есть заниматься саморазвитием или чем хотите или вообще или ничем не заниматься или заниматься спортом как как хотите да и выполнять то же самое получается только же денег то есть здесь с линуксом как бы ну просто нет нет никаких более совершенных историй вот если у вас конечно какой-то специфический кейс по кому-то специфическому софту или pipeline и настройки или требованиях так далее может быть что-то реализовать будет сложновато может быть придется использовать виртуалки или докер или что-то еще да это возможно но специфические кейсы они есть специфические кейсы над на то чтобы оставаться специфическими кейсами да так и надо глянуть сколько вообще я прошел хотел сказать этим сколько я прошел ну аналайзинг 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 сейчас вообще 4000 то есть если я сейчас наверное надо еще 1000 пройти и пойти обратно чтобы получить действие сюда потому что это будет самый раз ну в общем мы будем конечно закругляться потому что очень длинными видео получается я могу говорить бесконечно хотя наверное много воды не очень с скоординировано вы тоже поймете что я пытаюсь со всех сторон оценить как бы проблему а у вас еще снимается говорил или нет у вас снимается проблема с вирусами на у вас снимается проблема ну да помогали безопасность вот эффективность скорость как бы все это я уже сказал ну то есть возвращаясь к примеру со строительной техникой у вас как бы есть даже если вы там нику не руками собираете или там со стерху с техникой до предположим что вы даже не руками собирать его все-таки на каком-то комбайне но у вас как бы есть комбайн на котором допустим вы должны работать сесть там за него завести его там может что-то постучать где-то где знаете чтоб он завелся и на нем весь день отработать или у вас есть комбайн который вы должны прийти может быть запустить сесть у него но он все делает сам он там ездит по gps вы просто ждал контролировать состояние систем слушать что нет какого-то тревожного звоночка там что что-то не так может быть там топливо залить или батареи зарядить и все то есть вы там работаете вместо 8 часов до вы вы работаете два часа то есть пришли ушли все остальное время машины делаются за вас вот это linux против других операционных систем вот примерно такое можно провести сравнение аналогию но я надеюсь что вам было понятно полезно и интересно я думаю что уже через пару-тройку минут я буду разворачиваться идти в обратном направлении нужно еще переделать кучу дел сегодня и завтра работать как обычно вот к тому же мне скинули дополнительное задание с разработкой крипты очень интересно так что этим тоже нужно позаниматься выделить какое-то на это время да кстати создание крипты у меня автоматизирован фреймворк для этого поэтому вот как раз тот случай когда тоже linux позволяет сделать что-то такое то есть ваша ваш масштаб он вообще ничем не ограничен вы можете любое количество систем объединять заставлять их работать вместе даже чужеродных систем если вы сделаете вашу экосистему инфраструктуру на минус вот так что попробуйте если у вас будут вопросы задавайте мне их я с удовольствием них отвечу пишите мне в telegram в телеграме мой ник handle фейкс ноудан можете писать мне в telegram можете писать мне в комментарии на ютюбе можете писать мне на сайт через сайт с x тройное ой . ru там есть контакты раздел контактов куда вам удобней пишите я вам с удовольствием помогу я помогаю здесь устанавливать linux дистрибутивы и на фине у меня есть объявление где у меня написано что я приеду со своими флешками или ссд-шками с вас дистрибутивом который вы хотите для вас конкретно подобранным установлю его то есть в осло я вот езжу и помогаю людям бесплатно это дело потому что я вижу здесь это острая проблема здесь люди очень любят разбираться к сожалению особенно не профессионалы и так ну люди достаточно скажем так живут счастливы и у них есть деньги они могут вестись на маркетинг скажем так себе позволить это да и потом сами же страдают от этого потому что из просто так с проблемами а потом эти проблемы также деньгами забивают как прожить проблему с виндой ну надо позвать какого-то человека кто починит или позвонить в поддержку там или купить поддержку или заменить устройство да вот как это решается вместо того чтобы не тратить время на формулирование проблемы просто загуглить и решить за считанные минуты ну понятно что это уже как бы к у каждую свой и у скейт кто как хочет делать но делает он так и делает наверное не факт что что-то изменится но я меняю то что в моих силах я вам скажу что многие нарисы мне пишут привет ты так классно что ты это делаешь мне очень нравится типа твой твое объявление ты большой молодец и мне не нужна помощь в том чтобы типа настроить linux потому что я уже и так работаю на linux но большое спасибо тебе типа и удачи и иногда додают свои контакты вот такие мне посты когда я перевыкладываю объявление мне типично приходит там две три четыре просьбы помочь и две три четыре вот таких мне приходит объявление то есть люди на самом деле ценят ну кто-то ценит это приятно и я с удовольствием бы помог вам но так как я нахожусь если вы в осло я могу вам вам помочь с чем-то если же вы не в осло то только удаленно соответственно задавайте вопросы пишите там даже если очень сильно надо есть удаленный рабочий стол есть там всякие они дэски тим-вьюеры венцишки если у вас по белый эпишник и так далее за способы этому удаленно как-то помочь что-то посмотреть подсказать какие-то советы если вам нужны также если вы не в курсе и не знаете что выбрать какую какую причем заменить ваш софт какой-то которым вы пользуетесь но вы хотите по какой-то причине его заменить либо он там дорогой либо слишком медленно либо глючный заходите на сайт alternative to .net справа вверху есть поиск вводите в этом поиске любой продукт там начиная твиттера заканчивая какими-то специфическими пробами то же самое не дэск нажимаете фильтр open source linux и смотрите какие есть варианты для огромного количества софта огромное количество вариантов вот то есть всегда есть множество разных альтернатив если у вас достаточно открыт разум вы открыты новому у вас открыты глаза к тому чтобы развиваться куда-то двигаться то я вам гарантирую что вы это сделаете вы найдете какие-то удобные для вас приложения программы вы улучшите свой workflow и вы сможете дойти до такой точки в которой ну будете делать примерно как я если у вас будет свободное время вы будете хотеть желать помочь скажем так комьюнити да то вы будете это делать так получается я дошел до нордстранд бада вот нордстранд бад 47 минут у меня это заняло и 4700 шагов вот теперь мы знаем сколько идти до нордстранд бада на 50 минутах я думаю что я буду уже отключаться говорить 50 минут у меня уже чувство что у меня заканчиваются мысли о том что можно вам поведать в этом в этом ключе то есть я думаю что вы примерно поняли что что и как обстоит в линуксе вы сможете если вам нужно задать мне вопросы возможно изучить самостоятельно погуглить также важно знать что гуглите на разных языках если вы знаете два каких-то языка гуглите не только на русском гуглите еще на английском и да лучше гуглить или искать в каких-то системах похожих на google потому что многие поисковики выдают какую-то ерунду со временем когда вы к сожалению я понимаю что google это такая себе спорная компания может может кто-то воспринимает ее как мега зло кто-то воспринимает как мега добро и наверное истина где-то посредине но как как бы вы не относились к гуглу в нем реально много полезной информации если вы будете формулировать вашу проблему на английском например коротко максимально коротко то я вам гарантирую что вы как вы очень быстро при научите обучите ваш google выдавать вам очень сильно релевантные результаты а очень сильно релевантные результаты это повышение эффективности то есть не только вы повысите эффективность за счет кода за счет хорошего по но за счет того что вы быстро сможете решить любую проблему и даже вот так вот если вы железячник вы даже лучше поймете как работает комп как устроен комп Причем, вне зависимости от операционки, да какой бы Linux вы не использовали, вы со временем, если вы начнете копать глубже, вы поймете, что огромное количество инструментов для аудита всего. Хотите рисовать электросхемы? Пожалуйста. Хотите посылать какие-то команды, там, сырые команды на какие-то терминалы, там, серийный порт, Arduino, там, Raspberry, какие-то разработки, роботы, нейронные сети, репозитории? Пожалуйста. То есть, ну, просто феноменальный уровень гибкости, я уже не буду повторяться, вы, наверное, уже устали от меня. Если кто-то дошел до этого момента, напишите в комментариях, пожалуйста, что вы дошли и посмотрели это видео целиком. Мне очень приятно, я предполагаю, что очень мало будет таких людей, кто досмотрит видео до конца, но я надеюсь, что я обстоятельно вам рассказал, и вы поняли, в чем преимущество Linux для Chia, в частности, и вообще, в чем преимущество Linux в целом. Как уже сказал, задавайте вопросы, пишите комменты, и встретимся в следующем видео. Пока-пока!